Приветствую, уважаемые натуралисты. С вами канал Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами, подписывайтесь и ставьте лайки, они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Друзья, сегодня я хочу представить вам обзорную онлайн-экскурсию по огромному аквариуму. Как такое возможно? Аквариум — это название одного из старейших музеев, который расположен при Севастопольском институте биологии южных морей имени Ковалевского. Ну и по традиции начнём с истории. Открыт был аквариум в 1897 году на базе Севастопольской биологической станции. Большие усилия для его открытия приложил академик Ковалевский, руководивший в то время станцией. Посещать его изначально могли лишь три раза в неделю, при этом вход был бесплатным, и к нему прилагались лекции по биологии. Аквариум очень быстро стал знаменит. Во многом тут сыграли его новейшие для того времени инженерные решения. Ковалевский специально ездил за границу на биологические станции Италии и Франции, чтобы изучить организацию местных аквариумов и построить уже в Севастополе на должном, а может быть и высшем уровне. Аквариум представлял собой всего один зал, внутри которого располагались семь пристенных аквариумов и один центральный бассейн. Вода в аквариум поступала через насосы напрямую из артиллерийской бухты. Естественно, что заполненные аквариумы были черноморскими обитателями. В годы Великой Отечественной войны зданию аквариума повезло. В то время, когда почти весь город лежал в руинах, аквариум остался почти целым. Но, несмотря на это, экспозиция была утеряна. Сыграли свою роль постоянные бомбёжки и морозы. В 1945 году приступили к реконструкции аквариума, и уже в 1951 он открыл свои двери для посетителей. Сейчас Севастопольский аквариум представляет собой пять залов, каждый из которых посвящен определенной тематике. Вход в аквариум стоит взрослый билет 600 рублей, детям до 16 лет — 400. В первом зале расположены музейные экспонаты. Второй зал — черноморские обитатели. А вот здесь поподробнее. Обычный зубарик или полосатый клюворыл — вид лучепёрых рыб семейства спаровых, распространён в Атлантическом океане и его морях. Ласкир или морской карась — вид рыб семейства спаровых, встречается в Восточной Атлантике. Черный горбыль или темный горбыль или мелокопия — вид лучепёрых рыб из семейства горбылёвых, распространены в Атлантическом океане. Дальше пошли вкусняшки — ставрида черноморская и бычок-кругляк, барабуля или султанка черноморская, губан-рябчик. Осетровые — севрюга. Обитает в бассейнах Каспийского, Чёрного и Азовского морей. Встречается на глубине до 100 метров. Максимальная зарегистрированная длина — 220 сантиметров, а масса — 80 кг. Зеленушки — рот морских лучепёрых рыб из семейства губановых. Размеры — от 10 до 44 сантиметров. Распространены в Восточной Атлантике, Средиземном и Чёрном морях. Белуга и бестер — гибрид двух видов рыб семейства осетровых. Морской кот и морская лисица. Да, и такие бывают. Морской кот или обыкновенный хвостокол — это скат из семейства хвостоколовых. А морская лисица или колючий скат или шиповатый скат — наиболее распространённый европейский вид скатов. Черноморские креветки, мидии и морские собачки — в общем, одни черноморские деликатесы. Третий зал — пресноводные обитатели. Черный паку или бурый паку — вид пресноводных лучепёрых рыб из подсемейства пираньевых. Бурый паку является крупнейшим представителем харациновых в Южной Америке и встречается в бассейне реки Амазонка. Краснохвостый сом или сом плоскоголовик. Представители вида достигают в длину двух метров и более восьмидесяти килограммов веса. Скат мотора — пресноводный экзот, он же глазчатый хвостокол. Вид скатов — рода речных хвостоколов. Панцирная щука встречается на востоке Северной и Центральной Америки. Порчевый птеригоплихт — вид пресноводных лучепёрых рыб из семейства кольчужных сомов. В дикой природе обитает в Южной Америке на отмелях речных систем Амазонки. Здесь же присутствуют небольшие озёрные рыбки, сазаны и сомы, окуни, стерлядь, караси и краснопёрки. Плотидорас полосатый вид сомов. И, конечно же, здесь присутствуют блестящие обыкновенные пираньи. Рюкин — дословно с японского золота Рюкю — одна из искусственно культивированных декоративных пород аквариумной золотой рыбки. Также известна под названием Рюкин, Рюкин и Нимфа. В четвёртом зале — крокодилы и черепахи. Ну а в пятом — опасные морские животные. Груперы или Мироу — вид лучепёрых рыб из семейства каменных акуней. Хищники насчитывают 88 видов, распространённых преимущественно в Индо-Тихоокеанской области. Кузовок-кубик. Про него, кстати, есть ролик на канале, как и про другие виды морских обитателей. Вы сможете их найти в плейлисте «Морские и речные обитатели». Ну и, конечно же, в зале с опасными морскими обитателями должны присутствовать акулы. Ну как, вам понравилась онлайн-экскурсия по Севастопольскому аквариуму? Может быть, стоит устраивать подобные виртуальные обзоры и дальше? Напишите своё мнение в комментах. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного Вы хотели бы увидеть в следующем видео. И делиться этим видео с друзьями, это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео, там много интересного. С вами был канал о животных Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok